Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о такой важной теме, как карма. Каждый человек, на самом деле, конечно же, понимает это слово по-своему, и я объясню, как я это вижу. Карма — это, прежде всего, причинно-следственные взаимосвязи. То есть, когда мы видим одно, то, что является причиной, и потом наблюдаем следствие. Но зачастую мы не видим всю последовательность событий. То есть, мы воспринимаем карму как что-то, что происходит с нами, например, не очень приятное или, наоборот, хорошее. То есть, мы где-то сделали какие-то хорошие вещи, а потом мы получаем то же нечто хорошее от других людей или просто от Вселенной. Или, например, мы совершили проступок, и через какое-то время это к нам возвращается в той или иной форме. Для чего это происходит? Для того, чтобы было понимание, что есть определенная причина-следственные взаимосвязи и равновесие. То есть, равновесие в каком плане заключается? Что есть, мы, например, совершаем исток какой-то, и потом это нам возвращается в виде какого-то притока. То есть, вот такое вот движение туда-сюда. И каждый человек может отследить это в своей жизни, если он, конечно, достаточно наблюдательный. Некоторые люди считают, что все происходит как будто само собой, что нет никакой причины у происходящего. А люди осознанные, наблюдательные, они, наоборот, отслеживают вот эти причинно-следственные взаимосвязи, как скрытые взаимосвязи. Зачастую это не происходит вот так вот. Произошло, и потом сразу же следствие, да, произошла причина-следствие. То есть, мы можем отследить карму и вплоть до прошлых или параллельных жизней, когда что-то делали там, и теперь мы наблюдаем обратную сторону этого в этой жизни. Вот, то есть, тут процесс довольно такой, ну, скажем так, сложный и многовекторный. Поэтому каждый человек, который исследует свою жизнь, исследует прошлые жизни, он понимает, как действует эта взаимосвязь. И вот для этого как раз я и провожу людям процессинг, который позволяет заглянуть в прошлые жизни и открыть, как же, например, ну, действует вот сама карма, как этот процесс происходит. То есть, что происходило в прошлом и что происходит с человеком сейчас. И то есть, каждый человек может открыть это для себя, не вычитывая где-то в книжке, да, что там, например, вот, ну, так это действует, да, то есть, если, например, там, совершил какое-то преступление, да, то теперь ты поплатишься в этой жизни за это. Нет, тут важно понять, как это действует у вас. То есть, что сделали вы или чего не сделали, но могли бы сделать, и как это вернулось к вам. На самом деле, такие вещи, они очень могут быть, ну, скажем так, как значительными, так и незначительными. То есть, и поэтому очень важно понимать, что осознанная в жизни, она как раз исцеляет эту карму. То есть, когда человек может вернуться в прошлое, убрать этот негативный заряд, то есть, который был у него в прошлом, то это у него пропадает необходимость претерпевать в настоящем. То есть, имеется в виду терпеть какие-то лишения, беды, невзгоре, ну, что-то горести какие-то. Потому что у него уже нету вот этой вот, ну, скажем так, заряда, который привлекал его внимание и вынуждал его, ну, совершать какие-либо неправильные действия, или наоборот, чтобы в отношении него что-то делалось неправильно. То есть, потому что, когда человек, например, в прошлой жизни, например, был убийцей или насильником, или воровал, или делал просто какие-то неприятные, неправильные вещи, не обязательно теперь в этом, ну, как бы в этой жизни получать воздаяние за это. Человек может убрать этот негативный заряд. Самое главное, чтобы он осознал, что произошло, как это произошло. И тогда у него уходит это негативное влияние. Поэтому и есть у меня на сайте, на моем канале видео, как изменить судьбу или как изменить карму. Потому что, на самом деле, это все можно отредактировать. То есть, мы можем вернуться в прошлое, отредактировать те файлы, там, где был вот этот негативный заряд, и, соответственно, меняется судьба человека, меняется его карма. То есть, нет необходимости проживать какие-то болезненные моменты снова и снова, чтобы что-то понять. Каждому человеку это доступно. Вот, если вы понаблюдаете за своей жизнью, то вы увидите, что происходит с вами. Просто сделайте такую практику. Понаблюдайте, когда вы, например, совершаете какое-то неосознанное, необдуманное, вредоносное действие, и потом посмотрите, что происходит с вашим состоянием, и что происходит потом с вами, да, то есть, через некоторое время. И запишите это для большей наглядности. Потом то же самое с положительным действием, когда вы действуете осознанно, положительно. Вот, и посмотрите, что происходит с вами потом. То есть какие у вас появляются изменения в состоянии. Зачастую, когда человек сделал негативное действие, он пытается это скрыть. У него появляется такая настороженность, страх, какие-то даже могут быть болезненные ощущения. А когда человек совершает полезное, хорошее действие, наоборот, у него появляется больше энергии, больше сил, больше осознанности, больше свободного внимания. И когда вы научитесь это наблюдать, то вы тогда сможете легко отличать хорошее действие от плохого проступок, то есть вредное действие от действия, приносящего пользу. И соответственно, когда вы будете честны с собой, вы будете совершать правильные этичные действия, и таким образом ваша карма будет улучшаться. То есть вы будете увеличивать осознанность, и у вас будет больше внимания, больше свободного внимания в настоящем времени, больше осознанности. Если у вас что-то не получается, не выходит в исправлении негативной кармы, негативных случаев, то вы можете обратиться ко мне за бесплатной консультацией, написав мне в личные сообщения или в вайбер, контакты мои указаны под этим видео в описании. И я помогу вам, расскажу, как можно справиться именно в вашем состоянии, именно с вашей проблемой, с вашим случаем. Если это видео было вам полезным, то ставьте палец вверх, это отметка нравится, колокольчик для напоминаний. И, конечно же, я буду рад, если вы подпишетесь на мой канал, если еще этого не сделали, и поделитесь этим видео со своими друзьями. Вам счастья, осознанности, и до скорой встречи в следующем видео.